Друзья, всем привет! Компания Motorola в очередной раз готовится нас с вами удивлять, потому как подходит уже тот момент, когда китайская компания представит для нас с вами очередное поколение своих смартфонов-раскладушек. В этом году новиночка будет называться Motorola Razr 2023. Я, собственно говоря, сегодня здесь для того, чтобы вместе с вами посмотреть, а какой получится данная новинка. Если вам интересно, усаживайтесь поудобнее и погнали! Инсайдеры активизировались, потому что релиз уже близко, и хотелось бы начать данное видео с внешнего вида будущей новинки. Здесь стоит отметить, что внешка сильно никаких изменений особо не претерпит. Это все тот же нами с вами любимый Motorola Razr, который был в прошлом поколении в таком же дизайне, ну и можно сказать, даже в позапрошлом поколении был тот же самый дизайн. И этот самый дизайн, что немаловажно, это преемственный дизайн от тех самых Motorola Razr, нами с вами любимых, из начала 2000-х годов. Здесь нужно похвалить компанию, хоть ее уже и перепродали, ей занимаются китайцы, но вот эта вот преемственность в дизайне все-таки имеется, и это чувствуется, и это очень классно. Ну давайте пойдем по порядку, у нас с вами будет крутой внутренний складной большой OLED-дисплей на 6,7 дюймов с разрешением Full HD+, 2400 на 1080 точек, с частотой обновления 120 Гц. Данный дисплей будет иметь абсолютно все новые технологии, которые доступны на данный момент. Это HDR10+, Dolby Vision, 100% охват DCI-P3, и что самое важное, он будет выполнен по технологии LTPO, а это значит, что частота у нас будет переменной от 1 до 120. Кстати говоря, здесь инсайдеры расходятся во мнении, либо 120 Гц, либо 144, но вот в прошлом поколении было 144. Пойдет ли компания на понижение, пока неизвестно, инсайдеры расходятся во мнении, но технология LTPO будет точно, поэтому частота будет переменной от 1 до, скажем, 120. Если вы смотрите какой-то динамичный фильм или играете в какой-то быстрый шутер, то ваш дисплей сможет отрабатывать на максимуме, то есть 120 Гц. А если вы какую-то неторопливую картинку смотрите, или вообще статичную, например, в браузере что-то, то ваш дисплей сможет работать на 1 Гц. Это очень классная технология, которая очень классно позволяет экономить заряд батарейки, о которой, кстати, расскажу чуть позже. Итак, у нас также сможет быть частота переменной от 1 до 120, 97, 35, 111 и так далее. Как я уже сказал, все очень классно. Переносимся с вами на внешнюю крышку. Здесь у нас, как всегда, уже по традиции будет внешний дисплейчик. В этом поколении он будет на 3 дюйма. Располагаться он будет точно так же, как и в предыдущем поколении. Горизонтально, но я вам уже рассказывал, мне больше всего нравится решение в смартфонах от компании Oppo. Find and Flip. Там у нас такой вот вертикальный дисплейчик, можно сказать, для просмотра TikTok. В принципе, больше его не для чего использовать. Это самое такое интересное для него задание. Здесь у нас горизонтальный дисплей 3 дюйма. Ну а в сердце новинки здесь все, в принципе, без сюрпризов. Это флагманские смартфоны компании, поэтому самый топовый процессор от компании Qualcomm. Это Snapdragon 8 Gen 2. По оперативной памяти, как всегда, в принципе, все прекрасно. Здесь у нас будет два варианта на 8 и 12 гигабайт. Сверхбыстрой LPDDR5X памяти. По внутренним накопителям также раздолье. Здесь у нас будут варианты на 128, 256 и аж 512 гигабайт памяти. UFS 4.0. По внешнему виду я вам уже немножечко рассказал, но во внешний вид входит, можно сказать, и блок камер. Здесь он будет такой же полностью, как и в предыдущем поколении. Это два модуля. Пока что инсайдеры не распространяются, на сколько мегапикселей они будут. Но я так подозреваю, что изменений сильных ждать не стоит. Располагаться они будут над вторым дисплейчиком на 3 дюйма вертикально, то есть друг с дружкой. И рядом вспышка. Поэтому все тоже практически самое. Еще из интересного здесь нас ожидает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, датчик NFC в комплекте и выход USB Type-C. Также на борту у нас будут присутствовать стереодинамики. Сканер отпечатка пальца будет располагаться на боковой грани смартфона. Ну а прямо из коробки новинка будет работать на операционной системе Android 13 с фирменной оболочкой. Ну и давайте, наверное, перейдем к самому интересному в данном вообще видео о данном смартфоне. Это, конечно же, батарейка. И здесь, по заверениям инсайдеров, компания идет на ухудшение. То есть батарейку нам стоит ожидать меньше, чем она была в предыдущем поколении. А именно 2850 мАч. Новость, конечно, так себе. Но что имеем, то имеем. Быстрая зарядка, естественно, будет иметься. Поэтому, друзья, вот такая вот новиночка нас с вами ожидает от компании Motorola. Я вам напоминаю, легендарный уже смартфон Razer в этом году 2023. Что думаете вы по поводу данной новинки? Свое мнение отпишите в комментарии к данному видео. Хотели бы вы себе приобрести данный смартфон? Да и вообще ждете или не ждете данного релиза? Отпишите, чего ожидаете от данного смартфона? Ну и по вот этим вышеперечисленным мной характеристикам понравилась или не понравилась вам данная моделька? Все это отпишите в комментарии к данному видео. Ну а я на этой ноте буду заканчивать данный ролик. Если он вам понравился, обязательно ставьте свои царские лайки. Также подписывайтесь на мой YouTube канал, на мой Дзен канал, на мой Телеграм канал и вступайте в мою группу ВКонтакте. А я с вами не прощаюсь. Мы еще увидимся в интернете. Всем пока!